В этом видео я покажу вам, как получить высокий фпс в фортнайте. Мы настроим и оптимизируем игру, улучшим производительность Windows для достижения максимального фпс, а также выполним несколько дополнительных шагов, которые помогут нам увеличить фпс в игре фортнайт. Многие из вас спрашивали, как мне удается поддерживать отличные соединения даже при игре на разных серверах. Сегодня я расскажу вам про одну программу Gear Up Booster, которой пользуюсь сам. Gear Up оптимизирует ваше подключение для плавной игры в любом регионе. Вы сможете легко играть с друзьями по всему миру и выбирать менее загруженные сервера. Благодаря продвинутой технологии защиты от потери пакетов, Gear Up обеспечивает стабильное соединение без разрывов и лагов. С помощью Gear Up Booster вы сможете снизить свой пинг до 100 миллисекунд и наслаждаться плавной онлайн игрой. Программу использует даже профессиональная команда TSM. Так что Gear Up полностью безопасен и вам не нужно беспокоиться о возможных банах. Используйте Gear Up, чтобы забыть о высокой задержке, потере пакетов и проблемах с межрегиональной игрой. Не оставайтесь позади других игроков с лучшим интернет соединением. Также вы можете использовать мой код, чтобы получить дополнительную бесплатную промную версию. Переходите по ссылкам в описании и наслаждайтесь плавной оптимизированной игрой на ПК и консолях. Напишите в комментариях, какой минимальный пинг вам удалось получить с помощью Gear Up Booster. Первым делом открываем Epic Games. Переходим в раздел библиотека. Нажимаем на три точки возле игры Fortnite. Заходим в настройки. В параметрах установки. Отключаем Fortnite сражение с бурей, если вы в него не играете. Также выключаем текстуры высокого разрешения. И обязательно включаем предзагрузку транслируемых элементов, чтобы во время игры у вас уже загрузились все текстуры, скины, оружие и так далее. Также снизу включаем все языки, кроме русского. После чего нажимаем применить и закрываем окно. Далее снова нажимаем на три точки возле игры Fortnite. Переходим в управление. Находим раздел параметры запуска. Нажимаем на ползунок, чтобы включить параметры запуска. И начинаем вводить следующие команды. Первая команда запускает принудительное использование при запуске игры всех доступных ядер процессора. Это поможет поднять FPS в игре Fortnite. Следующая команда No Splash. Данная команда отвечает за отключение стартовой заставки во время игры. Тем самым игра Fortnite будет запускаться у вас быстрее. Команда High запускает игру в высоком приоритете. Тем самым ваш компьютер будет работать на максимальном мощности и это даст буст FPS. И последняя команда запускает игру на минимальных настройках движка, чтобы не нагружать ваш компьютер и тем самым поднять FPS. После того как мы ввели все команды, не закрываем это окно, переходим в корневую папку с игрой. Просто нажимаем на эту иконку. Заходим в папку Fortnite Game, Binaris, Win64, находим файл Fortnite Launcher, кликаем по файлу правой кнопкой мыши, переходим в свойства, открываем раздел совместимость и ставим галочку возле отключить оптимизацию во весь экран. Далее нажимаем изменить параметры высокого DPI, включаем режим масштабирования высокого разрешения и выбираем приложение. После чего нажимаем ОК. Применяем все настройки и жмем снова ОК. Следующий шаг. Открываем параметры винды. Заходим в раздел система. Переходим в дисплей. Спускаемся вниз. Открываем расширенные настройки дисплея и выставляем максимальную частоту обновления вашего монитора. Далее переходим снова в раздел дисплей. Спускаемся вниз. Заходим в графику. Находим игру Fortnite. Если у вас ее нет, нажимаем добавить классическое приложение. Переходим в корневую папку с игрой. У меня это локальный диск D, папка Games, Fortnite. Заходим в папку Fortnite Game, Binaris, Win64. Находим файл Fortnite Client Win64. Выбираем его и нажимаем добавить. Также можно добавить файл Fortnite Launcher. Далее в параметрах GPU выставляем высокопроизводительный. Теперь давайте обновим драйвера своей видеокарты. Новые версии драйверов помогут устранить различные проблемы, связанные с игрой и сделают ее работу более оптимизированной. Заходим на сайт для загрузки драйверов. В описании я оставлю ссылки для AMD и Nvidia. Выбираем свою видеокарту и операционную систему. Тип загрузки обязательно ставим GameReady. Нажимаем на поиск и скачиваем свеженький драйвер. После чего устанавливаем его на свой компьютер. А пока устанавливается драйвер, я хочу рассказать вам как можно быстро и легко повысить FPS в играх. Специально для вас я собрал целый пак оптимизации, который включает в себя все необходимые твики, настройки и программы, которые помогут оптимизировать вашу систему и увеличить FPS в ваших любимых играх. Более 300 человек уже повысили свой FPS. С помощью моего пака можно оптимизировать Windows, процессор, видеокарту, оперативную память, клавиатуру-мышь и даже интернет. А если вы новичок и вам сложно разобраться с настройками, то я для вас записал полноценный гайд, который поможет вам пошагово настроить и оптимизировать свой компьютер. Ссылку я оставлю в описании. Пользуйтесь на здоровье. А мы переходим к следующему шагу. Теперь давайте оптимизируем игру Fortnite с помощью конфига. Открываем мой компьютер, заходим в локальный диск C, в папку Users, переходим в свой профиль, открываем папку AppData, Local, Fortnite Game, Saved, Config и заходим в папку Windows Client. Находим файл Game User Settings, нажимаем правой кнопкой мыши, открываем свойства, переходим в раздел общие, находим пункт атрибуты и отключаем только чтение. Жмем применить и окей. Далее нажимаем правой кнопкой мыши по конфигу и жмем изменить, либо же просто открываем с помощью блокнота. Сейчас мы изменим некоторые параметры для оптимизации игры и повышения FPS. Находим параметр Motion Blur, ставим False, Show Grass тоже ставим False, Show FPS выставляем True, это счетчик кадров, Use Nenit тоже ставим False, Enabled DLSS Frame Generation ставим False, Use Vsync тоже ставим False, это вертикальная синхронизация, она нам не нужна. Далее находим такой параметр как Low Input Latency Mode, тут мы ставим True. И снизу находим параметр Preferred, тут мы ставим DirectX 11. Как только мы изменили все параметры в конфиге, нажимаем файл и жмем сохранить. Закрываем документ, нажимаем правой кнопкой мыши по конфигу, открываем свойства, переходим в раздел общие, находим пункт атрибуты и включаем только чтение. Жмем применить и окей. Если вы этого не сделаете, он будет перезаписан, как только вы начнете игру и вы потеряете все изменения. Ну а если в будущем вам потребуется изменить настройки игры, то необходимо снять флажок только для чтения. После этого вы можете изменить настройки, вручную отредактировать файл конфига и снова установить его как доступный для чтения. Следующий шаг очень сильно поможет нам поднять FPS в игре Fortnite. Спускаемся в описание и скачиваем утилиту Booster X. Она поможет нам оптимизировать Windows, избавиться от лагов и понизить задержку в играх. Запускаем утилиту, нажимаем начать оптимизацию. Выбираем эксперт меню, можем отключить обучение. Переходим в раздел базовые настройки и начинаем выставлять следующие параметры. Отключаем акселерацию мыши, назойливое уведомление защиты, автообновление драйверов при запуске системы, работа UVP приложений в фоне, автообновление карт, автообновление приложений магазина, прозрачность Windows. Внешний вид ставим на оптимальное. Следующая настройка это GameBar. Это функция, которая позволяет записывать игровые моменты, видео и прочее. Если вы этим не пользуетесь, то рекомендую отключить. Следующая настройка это MPO. Это технология, используемая в Windows для оптимизации процесса отображения видео на экране. Данная технология работает плохо и влияет на производительность, поэтому отключаем ее. Индексация. Это функция, которая позволяет быстро находить файлы и папки при поиске. Если вы редко пользуетесь поиском, то советую отключить данную функцию. Далее отключаем SysMain, защитник Windows и SmartScreen также отключаем. Так как антивирус постоянно работает в фоне и нагружает систему. Отключаем BrandMaur и обновление Windows. Контроль учетной записи тоже выключаем. Ускорение запуска и фоновая работа Edge рекомендую тоже отключить, чтобы на фоне постоянно не висели процессы браузера Edge. Итак, мы выполнили базовые настройки. Теперь переходим в раздел панель Nvidia. Как вы могли заметить, в этой утилите собраны все настройки, которые позволяют оптимизировать полностью весь твой компьютер. Тут мы просто жмем оптимальное и программа сама выставит все настройки для оптимизации вашей видеокарты. Заходим в следующий раздел электропитания. Включаем возможность импорта POV файлов. Гибернацию отключаем. Если у вас ПК, отключаем Power Throttling. На некоторых ноутбуках отключение может вызвать фризы. Спускаемся вниз. Находим максимальная производительность. И жмем импорт. Переходим в раздел выпиливания. Здесь мы удаляем все ненужные программы, которые установлены на нашем компьютере. Далее заходим в раздел очистка. Здесь мы будем очищать весь мусор и кэш, который хранится в нашей системе и тем самым замедляет производительность. Жмем на кнопку очистить все. Тут также есть дополнительная расширенная очистка, которая позволяет очищать весь кэш и мусор с различных приложений и даже игр. Как вы можете заметить, у меня показывает 42 гигабайта мусора. Чтобы воспользоваться данной функцией, нужна PRO версия данной программы. У меня она, кстати, есть. Помимо расширенной очистки, PRO версия также дает вам возможность получить все функции данной утилиты. Например, углубленные твики системы, автобезопасная уборка автозагрузок и даже встроенная нейросеть. Twix AI помощник. Которая поможет решить любую проблему или даст ответ на любой вопрос. Например, если у вас на компьютере перестал работать микрофон или пропал звук, то вы просто вводите запрос и получаете готовые решения проблемы. Также PRO версия дает множество других скрытых функций. В общем, если вы хотите прям максимально оптимизировать свой ПК, то можете приобрести себе PRO версию Booster X. Теперь переходим в раздел приватность. Жмем на максимум, чтобы программа сама выставила все необходимые настройки. Далее заходим в раздел твики. Тут мы нажимаем на кнопку оптимальное. Переходим в следующий раздел автозагрузки. Здесь мы отключаем все ненужные приложения, которые запускаются при старте компьютера. После того, как мы выполнили все настройки и оптимизировали Windows, нажимаем применить. Ждем, пока все настройки применятся. И нажимаем перезагрузить ПК. Итак, мы перезагрузили свой компьютер. Теперь переходим к самому важному и интересному. К оптимальной настройке графики из самой игры Fortnite. Итак, нажимаем на профиль. Переходим в параметры. Первый раздел у нас графика. Игровое окно ставим полный экранный режим. Разрешение ставим максимальное. Вертикальную синхронизацию мы отключаем. Лимит частоты кадров ставим без ограничений, чтобы получить как можно больше FPS. Режим отрисовки. Тут мы ставим, конечно же, производительность, чтобы обеспечить лучшую производительность. Яркость тут уже на свой выбор. Я обычно ставлю 110. Либо 111. Тут мы ничего не меняем. Режим цитовой слепоты можем поставить по своему вкусу. Но я обычно отключаю. Так, также можно настроить интенсивность режима. Эффект параллакса мы выключаем. Он нам не нужен. Разрешение 3D ставим на 100%, чтобы получить хорошую картинку. Виртуальную геометрию мы отключаем. Расстояние прорисовки ставим большое, либо эпическое, чтобы видеть врагов. Я ставлю большое. Качество текстур мы ставим среднее. Качество сеток можно поставить низкое. Далее включаем счетчик кадров, чтобы мы смогли посмотреть наш FPS. И отправку статистика быстродействия мы отключаем. После чего нажимаем применить. Далее заходим в раздел звук. Тут мы качество звука ставим низкое. После чего нажимаем применить.